Уважаемые зрители, сегодня мы с грустью и тяжелым сердцем обращаемся к вам. Всего лишь несколько минут назад, мы узнали об одной из самых горестных новостей этого года, которая тронула нас до глубины души. 2024 год, с самого его начала, принес нам лишь потери и скорбь, как будто январь принес нам только тяжелые известия, а февраль, только начавшись, уже окутал нашу страну печалью. Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, с истинным кумиром миллионов россиян. От последствий тяжелого заболевания наша страна, потеряла великую эпоху. За благородной и аристократичной внешностью актера Анатолия Васильева, скрывалась тонкая душа, способная донести до зрителя, всю драматичность своих персонажей. Он без жалости и сожаления мог уйти, из самого кассового проекта, если тот постепенно становился низкопробным ситкомом, унижающим достоинства его героя. Анатолий Васильев прославился после работы в картине «Экипаж», спустя годы слава закрепилась участием в сериале «Сваты». Анатолий Васильев актер театра и кино, народный артист России. Посвятив всего себя профессии, он получил большую отдачу от благодарных зрителей. Ему не давали прохода на улице и долго не отпускали со сцены. Харизматичные, обаятельные и интеллигентные каждого его появления на экране, ждали с нетерпением. После окончания театрального института Васильев, устроился в театр «Сатиры», где проработал четыре года. Затем перешел в театр «Советской армии», 22 года актера отдал этой сцене. В 1995 году обосновался в театре имени Масовета, где служит по сей день. На его сцене актер сыграл свои лучшие роли, среди них Анатолий в спектакле «Школа неплательщиков», Андерсон в постановке «Ученик дьявола», Адамов мужчине по выходным. В 2011 году состоялся премьерный показ спектакля «Розыгрыш», в котором Анатолий Александрович появился на сцене с с супругой и сыном от первого брака. Актерам даже не пришлось перевоплощаться Васильевы, показывали на сцене самих себя, бывших мужа и жену, связанных общим ребенком. Анатолий Васильев сотрудничает с Академией Никиты Михалкова. В 2020 году силами выпускников и слушателей актерской мастерской был поставлен спектакль «Сцены» из «Деревенской жизни» по мотивам пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня». Звезда Сватов выступила художественным консультантом проекта. Анатолий Александрович дебютировал в кинематографе в 1977 году. Режиссер Сергей Бондарчук пригласил артиста на роль Дымова в картине «Степь» по рассказам Антона Чехова. Старт был удачным режиссер и обратили внимание на актера. Через год с участием Васильева завершились съемки двух картин. Мелодрама «Близкая даль», где его партнершей стала Жанна Прохоренко, и драма Иванцов, Петров, Сидоров, в которой актер предстал в эпизодической роли. В 1979 году Васильев появился в основном актерском составе культовой советской картины Александра Мит и «Экипаж», которая стала первым советским фильмом-катастрофой «Отечественным ответом Западу». Рабочий вариант названия звучал как запас прочности, но для кассовости картины выбрали более емкое. Небольшой бюджет не помешал снять шедевр, который в первый год проката в СССР посмотрел 71 миллион человек. Сложности преодолевали с момента выбора актерского состава. На роль Скворцова рассматривался Олег Даль, но он был заменен на Леонида Филатова. Александра Яковлева сыграла вместо Елены Прокловой, которая отказалась от работы в фильме. Ненарокова должен был воплотить на экране Николай Караченцев, но из-за занятости последнего роль досталась Анатолию Васильеву. Персонаж Васильева получился трогательным и правдивым, актеру удалось передать личную драму героя. Этой работой артист начал новый этап в собственной творческой биографии. На творческих встречах к нему подходили зрелые мужчины и высказывали слова благодарности. В 1980 году последовала работа в военном фильме «Корпус генерала Шубникова», где актер воплотил на экране образ генерал-майора, участвующего в контратаке против фашистских танковых войск. В драме также снялись Марина Яковлева, Сергей Проханов, Петр Щербаков. Образ военного, но теперь уже современного, Васильев представил в этом же году в драме «Крик Гагары». Тогда же с его участием стартовал показ производственной драмы «Чрезвычайные обстоятельства о строительстве нового нефтеперерабатывающего завода». Через год артист засветился в комедийной мелодраме Петра Тодоровского «Любимая женщина-механика Гаврила». Идея фильма зародилась у режиссера, после увиденной жизненной сцены. Возле ЗАГСа невеста с нетерпением ждала опаздывающего жениха. Сценарий создавался Сергеем Бодровым, под исполнительницу главной роли Людмилу Гурченко. Главного героя должен был сыграть Владимир Высоцкий, но на пробах по просьбе Гурченко был утвержден Сергей Шакуров. В телефильме Михаил Ломоносов Васильев появился, перед зрителями в образе отца будущего ученого и общественного деятеля. Картина получила положительные отзывы кинокритиков и любовь публики. Фильм пленил зрителей не только ярким актерским составом, но и вниманием к историческим деталям. Так, по заявлениям ученых, сцена урока в школе была реконструирована с большой точностью. Для съемок группа выезжала в Германию и столицу Эстонии Таллин. В 2008 году артиста пригласили на одну из главных ролей в комедийном сериале «Сваты». Он сыграл дедушку профессора Юрия, мужа Ольги Ковалевой, Людмила Артемьева. Васильев вспоминает, что целиком и полностью погрузился в работу, проникся образом жизни героя, старался максимально правдоподобно передать характер персонажа. Так продолжалось до четвертого сезона «Сватов», но потом между Васильевым и продюсерами вспыхнул конфликт. Причиной этого стал сценарий, в котором герой Федора Добронравова, постоянно патрунивал над героем Анатолия Александровича. Тогда последний заявил, что «Сваты» больше ему не интересны, потому что любой фильм, даже комедийный, должен не унижать человеческое достоинство, а возвышать. Этот спор с постановщиками, стал причиной ухода артиста из «Сватов». По сценарию герой Васильева ушел из жизни. Смерть одного из самых любимых персонажей расстроила многих поклонников сериала. Они надеялись, что в продолжении «Сватов» дедушка-профессор будет жив. Позднее артист сыграл главного героя в сериале, семейный детектив. В 2013 году актер появился в драме «Крик совы», где перевоплотился в вора в законе. В фильме речь пошла о событиях, 1957-го, разворачивающихся в одном провинциальном городке. В июле 2020 года, на первом канале стартовал показ многосерийного фильма «Андреевский флаг» с участием актера в главной роли. Сюжет развивается, вокруг семьи военных моряков Чернобаевских, которые всю жизнь служили на подводном флоте. Для съемок проекта Министерство обороны России, предоставило настоящую военную технику, подводные лодки и корабли. После серьезной работы Васильев, был включен в актерский состав медицинской драмы «Красная зона». Фильм вышел на экраны в 2021 году и затронул животрепещущую тему пандемии коронавируса. Картина была представлена на канале НТВ.